Это новости на канале ЭНСК-49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Потребности и возможности. Почему в образовании готовят одни кадры, а нужны совершенно другие? Участники сами оценят друг друга. Новый конкурс для журналистов имени Якова Лондона стартовал в Новосибирске. Коммунальная квартира, пионерский уголок и милицейская комната. Музей СССР отмечает юбилей. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Что предпринять для того, чтобы высшие, средние и профессиональные образовательные учреждения начали готовить те кадры, которые на самом деле нужны экономике страны? Кто должен за это отвечать? Эти и другие вопросы обсуждались на расширенном совещании с федеральными профильными министерствами, о котором подробнее расскажет Александр Булдаков. Казалось бы, специалистов, в том числе и молодых, в нашем регионе должно хватать с лихвой. Ведь в вузах Сибири и организациях среднего профессионального образования ежегодно получают профессию до 200 тысяч человек. Более третий из них – инженеры и технологи. Около 80 тысяч – медики, педагоги. Еще 15 тысяч – это аграрии. Тем не менее, свободных вакансий на рынке труда меньше не становится. Даже тот спрос, который есть на рынке труда, те вакантные должности, которые есть, мы укомплектовать не можем. В большей степени это, конечно, касается рабочих специальностей. А если принять во внимание то, что среди выпускников немало бюджетников, которые не могут найти работу по специальности, то получается, государство на них зря потратило средства. Для того, чтобы сориентировать образовательные учреждения в нужном направлении, в феврале этого года начал определяться перечень из 500 наиболее востребованных и перспективных профессий. Таким образом должен формироваться новый порядок целевого набора. Практика целевого обучения в сфере высшего и среднего профессионального образования позволит предприятиям сопровождать процесс обучения каждого студента, оказать помощь и поддержку образовательным организациям в реализации точного заказа на подготовку специалистов. Это касается в том числе и вузовской науки, студентских, курсовых и дипломных работ. Они должны находить конкретное применение на производстве. Хороший тому пример – Новосибирский авиационный технический колледж. 70% его выпускников трудоустраиваются на завод имени Чкалова. Но пока в Сибири по профессии работает только чуть более половины молодых специалистов. Мало того, действующий перечень профессий актуальностью не отличается. Нам нужно очень быстро менять перечень профессий. В существующем сегодня перечне почти треть профессий не востребованы уже несколько лет. На них просто не поддаются заявки. То есть эти профессии из перечня нужно убирать. Но зато на их место должны приходить новые профессии, под которые в СПО должны создаваться соответствующие образовательные программы. И разрыв между тем, что дают сибирские колледжи, и тем, каких специалистов ждут работодатели, продолжает расти, отмечают в Минпросвещении. Поэтому на пути к своевременному обеспечению кадрами потребностей экономики Сибири, с учетом деятельности образовательных организаций и служб занятости, работы еще много. И ситуация может усугубиться, если 145 вузов и 500 средних профессиональных учебных учреждений округа, в которых обучается около 800 тысяч человек, вовремя не перестроятся под требования времени. Эксплуатация вагонов на 15 лет дольше. Новосибирский метрополитен – одно из немногих предприятий страны, тем более муниципальных, где собственными усилиями ремонтируют составы электропоездов. Причем меняются и модернизируются практически все детали и системы. 12 апреля очередной обновленный состав отправился на линию. О темпах ремонта и планах метрополитена на будущее сейчас расскажем. Ежегодно новосибирский метрополитен своими силами ремонтирует по 8 вагонов. Это два состава. Срок их эксплуатации таким образом продлевается на 15 лет, объясняют специалисты. Во время модернизации остается только корпус вагона, который тоже капитально ремонтируют. Параллельно происходит стопроцентная замена оборудования – колеса, рам, кабели, шестерен, редукторов и прочих деталей. Появляется и новое современное оборудование – системы автоматического пожаротушения, камеры видеонаблюдения. И вот еще один обновленный состав сотрудники метрополитена представили мэру Анатолию Локтю. Экономика метрополитена позволяет проводить капитальный ремонт. Технологии, которыми владеет наше предприятие, позволяют самостоятельно проводить капитальный ремонт. Закупая только необходимую комплектацию, без этого не обойдешься. Эти вагоны трудятся с момента запуска новосибирского метро в середине 80-х годов прошлого века, рассказывают сотрудники предприятия. Модернизация, конечно, продлит срок их эксплуатации, но потом парк все равно нужно обновлять. Тем более, что в 2023 году Новосибирск будет принимать молодежный чемпионат мира по хоккею. Появится новая станция спортивная и гостей в городе заметно прибавится. Эти вопросы и обсудили представители муниципального предприятия с главой города. Меры организационные, что надо еще добавить, на что нужно потратить бюджетные деньги, какие вопросы надо подставить перед бюджетом вышестоящих уровней для того, чтобы выполнять задачи, которые станут перед нами именно в проведении чемпионата мира, именно когда будут проходить матчи, и такое будет очень большое количество пассажиров на станции спортивной. В течение двух-трех ближайших лет мы должны решить вопрос о покупке новых вагонов или новых составов, для того, чтобы обеспечить потом плановую закупку ежегодную, или через раз в два года новых составов, чтобы обновить полностью наш парк в течение ближайших 15 лет. Вопрос обновления составов метрополитена является одним из приоритетов развития города, добавил Анатолий Локоть. Вопросы финансирования будут решаться на всех уровнях – муниципальном, региональном и федеральном. Имена победителей открытого конкурса региональных телекомпаний памяти Якова Лондона станут известны в предстоящую субботу. Участвуют в нем представители более чем 30 телекомпаний, представляющих практически всю нашу страну – от Владивостока до Северного Кавказа. Почему мероприятие вызвало такой неподдельный интерес и в чем его уникальность – смотрите далее. Яков Лондон стал легендой еще при жизни. В 1992 году он стал одним из учредителей телекомпании НТН, быстро ставшей весьма популярной среди новосибирцев. Спустя всего три года в 1995-м Яков Рувимович вышел уже на региональный уровень, создав телекомпанию НТСС. В 2002 году Лондон получил премию «Телезубр» за вклад в развитие регионального телевидения, а также «ТЭФИ» за публицистические программы. К сожалению, в прошлом году этот яркий и неординарный человек ушел из жизни. Конкурс региональных телекомпаний коллеги посвятили его памяти. Кстати, условия конкурса отличаются от обычных. Здесь сами участники именно судят друг друга, за себя не голосуют. Это дает возможность получить профессиональную оценку именно своих коллег, то есть узнать именно свой вес среди коллег. Аналогов этому нет такого. Здесь нет такого специального жюри из телевизионных монстров. Сами вносят решения, сами телевизионщики. Обычно подобные конкурсы заточены под решение каких-либо государственных или общественных задач. И как-то в тени остаются всевозможные развлекательные и даже простые информационные программы, созданием которых как раз и славился Яков Лондон. Конкурс его имени направлен именно на внутреннее развитие телекомпаний. Среди номинаций есть даже лучший прогноз погоды. Это то, что делают все телекомпании, и никто это не оценивает так или иначе. А это важно с точки зрения привлечения аудитории и секрет привлечения финансов. Важная задача этого проекта – объединить людей, занимающихся одним делом, помочь им преодолеть непростой период. Сейчас очень важно именно взаимодействовать телекомпанию, развиваться и, может быть, даже просто для выживания современного. Потому что не секрет, что региональный эфир не будет в цифровом мультиплексе. И поэтому это совершенно новый какой-то период, который мы еще не знаем, как это все будет происходить. Конкурс памяти Якова Лондона объединил как лучшие региональные коммерческие телекомпании, так и местные филиалы ВГТРК. Проходит он при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей, член управления которой долгие годы был этот талантливый человек. В субботу 13 апреля, в день рождения Якова Лондона, на торжественной церемонии в отеле «Хилтон» станут известны имена победителей. В этот же день, в 13 часов, смотрите на нашем канале одно из его последних интервью, в котором он расскажет о своем выборе жизни и судьбе СМИ, занимающихся рэкетом, а также о порядочности и сложившихся мифах. Наукоград Кольцова славится своими разработками в медицине, биотехнологическом кластере, успехами ученых-микробиологов. И как бы это странно ни звучало, неприятными запахами, витающими в воздухе. Но не высокотехнологическое производство выдает удушающие местных жителей Амбре, а местная птицефабрика. Есть ли решение этой застарелой ароматной проблемы? Узнаем из следующего сюжета. Наукоград Кольцова – небольшой, зеленый и уютный населенный пункт. И все бы хорошо, если бы неподалеку не расположилась птицефабрика. Так считают люди, которые рассказывают, что буквально сводит на нет комфорт проживания в рабочем поселке невыносимый запах птичьего помета. Бывает, что полпоселка пройдешь сюда, ближе к птицефабрике, к детской школе искусства, и уже чувствуется, то есть утром, именно курятник. А бывает так, что и у нашего дома, то есть на весь поселок, это рассадивается. Все зависит от времени года, розоветров и, возможно, еще чего-нибудь, уверены жители. Регулярно очень сильная вонь доносится такого помета, навоза. Ну и, вероятнее всего, это со стороны того отвала, куда птицефабрика, небезызвестный, вывозит свои отходы огромными тракторами, регулярно, там огромный полигон. Буквально здесь вот меньше километра от Кольцова. Мы побывали на этом так называемом отвале. Выяснилось, что нас здесь ждали. Вот только не для того, чтобы дать комментарий. Мы, когда собирали людей, я так понимаю, что птицефабрика была проинформирована. Сегодня оперативно перекрыли дорогу, закрыли непосредственно кучи. Ну, я так понимаю, уменьшит запах. Но вы наверняка это все сейчас чувствуете, что он никуда не делся. Представитель местной власти прояснил ситуацию. Мол, аромат разносится по округе, когда птицефабрика вывозит на свои поля удобрения. И, естественно, удобрения это предприятие не покупает, а использует свое натуральное. Ведь давно известно, что птичий помет хорошо повышает урожайность, но плохо пахнет. В целом говорить о том, что запах, так сказать, влияет на здоровье, да, это сложно. То есть в основном это вопрос такого эстетического характера. Да, потому что когда вопрос этот возникал, мы приглашали даже лабораторию территориального отдела ФМБА России на территорию Кольцова, брались пробы, в том числе из грунта. Но никакие предельно допустимые нормы превышены не были. К тому же власти Кольцова и нарушения какого-либо законодательства тоже не видят в том, что удобрение, которым птицефабрика сдабривает свои поля, дурно пахнет. Замглава администрации рабочего поселка пообещал провести какое-то совещание. Однако, исходя из того, что за все эти годы ситуация с запахами так и не поменялась, ждать решения проблемы не приходится. А потому жителям Наукограда, видимо, придется с этим смириться и просто начинать получать удовольствие от аромата птичьего помета. Ведь пахнет-то этот эстетический вопрос вполне на законных основаниях. Рожденный в день космонавтики 12 апреля исполнилось ровно 10 лет одному из самых необычных и интересных музеев Новосибирска, где экспонаты не хранятся под стеклом, их можно трогать, брать в руки и применять по назначению. О возвращении в советскую эпоху и комнатах из прошлого в репортаже Александра Магелина. Многие из этих предметов нынешние новосибирские школьники видят впервые. О некоторых им и рассказывали родители, бабушки и дедушки. Музей СССР в честь своего 10-летнего юбилея проводит экскурсии для подрастающего поколения. Сотрудники рассказывают, данное пространство создавалось для практически полного погружения посетителей в атмосферу жизни советского человека. Экспонаты начали собирать в годы, когда Советский Союз уже перестал существовать и отгремели 90-е. Каждый предмет можно подержать в руках, потрогать, подойти. То есть вот именно чтобы всякая история чувствовалась прежде всего через прикосновение. Когда человек реально способен к чему-то прикасаться, открыть флакон, взять в тарелку, каску. Коллекция музея, можно сказать, собиралась всеми новосибирцами, объясняют сотрудники. Некоторые экспонаты бывшие владельцы просто хотели выбросить как ненужный хлам. А сейчас они считаются раритетами и до сих пор функционируют. Больше того, музей продолжает развиваться. Постепенно, исходя из желания посетителей, музей стал подниматься наверх. Создана сперва в 2014 и 2015 году коммунальная квартира. Потом в 2017-2018 году были созданы пионерская и милицейская комната. Для современных детей экспозиции музея – возможность погрузиться в незнакомый им мир. Где, например, вместо плееров были магнитофоны и проигрыватели грампластинок. Вместо гаджетов – массивные стационарные телефонные аппараты. А для людей старшего поколения – это минуты ностальгии по прошлому. Мы поздравляем музей СССР с десятилетием. Дизайн объединяет страны, культуры и людей самого разного возраста. Это утверждение на практике доказывают организаторы международного фестиваля «Красный проспект», в третий раз открывшегося в нашем городе. Почему интерес к этому мероприятию проявляют именитые гости практически со всего мира, а также в чем уникальность новосибирского дизайна, узнал Василий Акимов. Дизайн – явление достаточно модное. Однако, по оценкам ряда экспертов, в повседневной жизни с ним далеко не всегда все благополучно. Иной раз встречаются такие сочетания, что даже люди, далекие от этой профессии, хватаются за голову. Исправить эту ситуацию и внести в нашу жизнь больше прекрасного – призванный ежегодный международный фестиваль дизайна «Красный проспект», объединяющий молодых дизайнеров-профессионалов, студентов из России, Германии, Японии, Штатландии, Кореи, Австрии, Казахстана и Китая. Год от года расширяется география конкурса, растет число его участников. И все больше интерес к нему проявляют представители различных компаний, уже использующие наработки молодых участников этого мероприятия. Причем в честной конкурентной борьбе они опередили своих коллег из Италии. У нас был опыт заказа моделей наших изделий в Италии, но ничего не получилось, потому что дизайнер, который работает в другой стране, он вообще не чувствует аудиторию целевую, с которой мы работаем. Результаты такого сотрудничества впечатляют. Впервые продукция новосибирского предприятия «Модные сумочки» заинтересовала китайские магазины и сейчас поставляется в Китай. Мы заключили контракт и поставили в первый раз нашу продукцию в Китай. Не мы покупаем, а китайцы теперь у нас уже начали приобретать продукцию. Это практическая сторона фестиваля. Есть еще и образовательная. Ведь организатором выступает Новосибирский государственный «Университет архитектуры, дизайна и искусств», предоставляющий возможность раскрыть свой потенциал. Причем возраст не играет особой роли. У нас в прошлом году были пятилетние участники. В этом году фестиваль только стартовал. Мне интересно посмотреть, будут ли они участвовать в этом году. У нас самая младшая участица в прошлом году, по-моему, порядка, где-то около четырех лет ей было. Она вышла в футболку и разрисовала ее. И имела большой успех здесь на фестивале. Начинающий дизайнер. Фестиваль, проходящий в нашем городе, из года в год вызывает большой интерес иностранных специалистов. Причем, если вначале это были жители стран Азии, то сегодня все большую заинтересованность проявляют европейцы, интересующиеся уникальным сочетанием культур Европы и Азии, отличительной чертой новосибирских дизайнеров. Здесь абсолютный микс смешения стилей, тенденций, веяний, времен, эстафета поколений. Фестиваль продлится до 17 апреля включительно. Мероприятие практически на любой вкус. Это и конкурсы дизайнеров архитектурной среды, костюма, аксессуаров и обуви, графического дизайна, промышленного дизайна, презентации стартапов, экспертные круглые столы, конференции, видеомосты, мастер-классы ведущих дизайнеров, а также интересные выставки на различные темы. Так что есть и на что посмотреть, и где опыта набраться. И, может быть, вскоре не только сумки, но и другая продукция из нашего города станут пользоваться спросом у зарубежных потребителей. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Далее в нашем эфире прогноз погоды. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. Продолжение следует...